Друзья, всем привет! Вы на канале ММА Ревью и сегодня у нас разбор максимально брутального и яркого боя. Нынешний чемпион UFC Пётр Ян против бывшего чемпиона этого веса ТиДжея Дила Шоу. ТиДжей уже вот-вот вернется в дело и не собирается проводить разогревочные бои, ему нужен только пояс. Петя тоже всеми руками за сразиться с Дила Шоу и они уже потихоньку начинают обмениваться колкостями в соцсетях. И поэтому прямо сейчас в вашей любимой рубрике «А что если мы постараемся разобраться?» Сможет ли Дила Шоу вернуть свой пояс, что сильнее бокс или кикбоксинг? И справится ли Петя с таким хитрым и опасным химиком? Ставьте лайк и погнали! Начнем же давайте с бывшего чемпиона Тайлера Джеффри Дила Шоу, ну или просто ТиДжей. В UFC попал через Ultimate Fighter и буквально бьется здесь со старта карьеры. По-настоящему стал известен, когда сверг с трона Ринана Барао, просто завершив карьеру бразильца, забрав впервые чемпионский пояс. После войны с Домиником Крузом, пара боев с ветеранами и та самая громкая история с бывшим товарищем по команде Коди Гарбрантом. И да-да, где Дила Шоу умудряется вернуть свой пояс в первом бою, отправив Коди в нокаут и в реванше повторяет успех снова. Ну и дальше, Дила Шоу решает рискнуть и стать двойным чемпионом, и не подняться на весовую выше, как многие, а именно спуститься ниже на дивизион, где мало того, что отлетает от сихода за 30 секунд, так еще попадается на применение серьезного допинга и получает дисквалификацию сроком в 2 года. И по сути теряет все, победную серию пояс и портит карьеру жирным пятном под словом химик. Кстати, если честно, еще в боях с Коди я заметил, что форма Дила Шоу была какая-то, знаете, иная, очень жесткая, крутая. И еще тогда Коди заявлял, что Ти Джей сидит на том самом препарате, который по итогу у него и обнаружили. Но вроде Юсада говорит, что тогда было все чисто, не знаю, как думаете? Курсил ли Ти Джей перед боем с Коди? Напишите в комментариях. Сейчас Ти Джей набрал форму и заряжен вернуться, заряжен прям очень мощно и уже готов приступить к боям этой зимой. Из его плюсов можно выделить, конечно же, футворк, ударную технику, комбинации и тайминг. Провел он за карьеру 20 боев, одержав 16 побед, 11 досрочных при 4 поражениях. И теперь же чемпион Петр Ян. Российский боец уверенно дебютировал 2 года назад в UFC и также уверенно забрал чемпионский пояс. Сейчас набрал серию в UFC 7 побед подряд и по большому счету не выбирает с кем сражаться. Пару недель назад он должен был провести защиту пояса против Стерлинга, но до сих пор по непонятным причинам бой перенесли. И также до сих пор не назначили новую дату и кстати именно Стерлинг за это очень сильно переживает. Ведь UFC могут сделать акцент на более хайповое событие, как уже не раз сделали. И это как раз таки возвращение дела шоу и бой с бывшим чемпионом. Из плюсов Яна можно выделить карди, уверенную базу бокса и хорошую борьбу. Провел он за карьеру 16 боев, где одержал 15 побед, 8 досрочных, 7 нокаутом при одном спорном поражении. А более подробно мы говорили про карьеру Петти в разборе его боя со Стерлингом. И если пропустили, то срочно ищите выпуск на канале. И далее уже по традиции поехали опыт, кардио и антропометрия. В опыте сразу можно сказать, что дела шоу куда круче. Соперники у него были мастеровитые, бьющие, коди, круз и так далее. Но Ян чемпионом стал не просто так, попробуйте перебить и обыграть того же Жозе Альдо, это не так просто. Тем более Ян с ним прошел дистанцию в 5 раундов. И как обычно из опыта прохождения чемпионских дистанций вытекает главный аспект в ММА, это кардио. И как раз таки у Яна с кардио полный порядок. Я с самого начала говорил, что он в этом аспекте очень подкован, он настоящий фанат функционалки, знаете. Но он это также и доказал в тяжелом затяжном бою и не сдавал в темпе даже после экватора поединка. А вот по поводу дела Шоу непонятно, почти 5 лет он не бился больше 3 раундов. И последний свой 5 раундовый бой с Крузом проиграл, правда спорно. Более того сейчас он после простоев 2 года и плюс частей некуда. Как он себя покажет честно непонятно, но я как-то все равно верить в него меньше не перестал. И я думаю здесь 60 на 40 в пользу Пети, чисто из-за того, что он как раз таки эти 2 года был активен. И последнее, что касается антропометрии, здесь почти все более-менее равна, только Петя совсем немного повыше. Но и также отмечу, что Петя ни много ни мало младше на 7 лет и как бы для легчайшего веса это уже звоночек. Ян в расцвете сил, ему 27 лет, а вот Тиджея уже 34 года. И говорит, что он будет лучше чем был или выйдет на свой якобы пик, конечно же уже нельзя. Следом у нас друзья борьба, где я думаю оба бойца в этом аспекте немного схожи. Петр Ян уже не раз показывал, что умеет переводить, умеет бороться, отлично контролирует и очень жестко добивает. Как говорят тренеры после сбора в Дагестане, Яну можно без проблем поехать побороться на чемпионате мира и он там совсем не затеряется. Но и Тиджея у нас в этом аспекте никогда не отставал, свольный у него порядок. Правда борьбу он больше миксует с ударкой, чтобы запутать соперника, но не победить. Плюс инициатива побороться у Делашоу с боями видна все реже и реже. Я думаю в таком бою вряд ли они вообще захотят тратить лишние силы и идти в борьбу, тем более Тиджей. А вот с Яном бороться даже наверное сихуда было бы непросто. И как раз таки именно Петя какой-нибудь перевод для статистики может попробовать здесь и оформить. Но все же я уверен борьбы в этом бою не будет, либо будет минимум. Ведь защитой у обоих то полный порядок, 90% попыток переводов оба блокируют. И теперь бомбический аспект ударки, который я бы очень хотел посмотреть. С одной стороны коварный любитель тайского бокса и кикбоксинга с одним из лучших футворков в ММА и чередующий удары ногами постоянно запутывая соперника. А с другой стороны техничный жесткий нокаутер, который постоянно идет вперед, давит, обрезает углы и отправляет тебя на канвас. Ну и также мы знаем, что Петя силен не только в руках. Вспомните ту хайкикушку, которая отправила Юраю Фейбера обратно на пенсию. Правда также мы и заметили, что в прошлом бою у Яна возникли серьезные проблемы. Жозе Альду вернул свои знаменитые лоу-кики и заставил Яна поменять бесповоротно удобную ему стойку. Правда благо Пете хватило пару секунд перестроиться, ведь он работает в левше и правше одинаково уверенно. Но если бы не это, песня бы его могла бы закончиться. А вот у Дилашоу из минусов можно выделить его умение одержать удар. Исходя из специфического передвижения и постоянных обманных действий, Тиджей сам и может порой и запутаться. Или знаете, попытавшись переиграть, наткнуться на какой-нибудь шальной удар и поплыть. А уж если соперник прочитает его комбинацию, то вообще пиши пропало. И я не говорю про бой с Сихуда, тогда Дилашоу вышел буквально хрустальный и его сдувало ветром. А например в том же первом бою с Коди, ведь уже тогда все могло закончиться раз и навсегда, но Гонг его спас. И мне почему-то при всей любви и симпатии к Дилашоу, как бойцу, не знаю он крутой чувак. Кажется, что для Яна этот бой несложный и тут есть два главных момента. Первый это то, что Дилашоу не любит, когда его прессингуют. Соперник ему начинает конкретно мешать пытаться бить эти сети и придумывать змеиные уловки. Ведь теперь Дилашоу нужно думать как отойти назад, как защищаться от атаки и как атаковать самому. Он любит, знаете, как делал Коди, пропустив пару раз по корпусу, тот отступал и ТиДжей просто улыбался, медленно подшагивал за ним и накидывал обманку за обманкой. В общем против Яна такое вряд ли прокатит, ведь этот парень не привык отрабатывать вторым номером, отлично давит и режет углы. А второе это возраст и простой. Не понятно какой он вообще вернется, но как показывает практика в легчайшем весе плюс два года простоя, лучше тебя точно не сделают и какая реакция, какой футворк у ТиДжей сейчас совсем не ясно. В прогнозе на бой я бы выбрал конечно Петра Яна, да и вообще считаю, что он в этом дивизионе чемпионом надолго. И его может попробовать переиграть, наверное, только лучшая версия Коди Гарбранта, который возьмется за голову, ну вы знаете, но тот зачем-то стал надумывать о переходе в наилегчайшие, в общем это другая тема. А вот дело шоу, не знаю, конечно можно говорить, что он отдохнул от боев и тонны спаррингов, сделал операции на плечи. Но вспомните, что говорил даже Хабиб, как ухудшаются навыки бойца, реакция, скорость после 30 лет. А чем меньше вес, тем это заметнее и заметнее. И вот примерно в 34 или 35 у бойца начинается уже конкретный спад. Лоулер, Ковбой, Фергусон или в какой форме сейчас Бенавидис. А вот теперь подумайте, что если боец еще эти пару лет простаивал без боев и активных тренировочных лагерей и сделаете выводы. Вот такая вот заруба, друзья, нас ожидает уверенно в 2021 году. Никак по-другому иначе быть не может, да и вы сами можете это заметить, что 90% боев рубрики Э, что если в ближайший год обычно анонсируют. Так что это не пустая болтовня и поэтому, как всегда, пишите свой прогноз к этому бою. Как считаете вы, сможет ли Петя убирать топовых ударников весовой или Делашоу придет и вернет свое золото? А у меня же на сегодня все, друзья. Ставьте свой мощный бойцовский лайк, это очень помогает развитию канала. Ну и конечно, включайте колокольчик и прожимайте подписку, чтобы ничего не пропускать. Всем мир, не прощаемся. Субтитры сделал DimaTorzok